Это было так круто, чел! Вообще круто! Жалко, конечно, что... Но это было круто! Тебе кинуть лопату? Вызови снегохочек! Блин, здесь оказалось очень полого! Йоп, всем здорово! Мы на канале Squat Board Shop! Сегодня мы будем снимать комплект от Телос! Для этого мы едем на Снежкиноутую! Нам подсыпало примерно 15 сантиметров! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Вы на канале Squat Board Shop! С вами Леха Чарси! Сегодня мы тестим досочку Телос ДСТ. Если помните, в одном из прошлых видео мы тестили досочку Lemurian. Это верхняя доска для ребят, которые уверенно катаются на сноубордах. ДСТ моделька довольно старая, очень крутая, All Mountain Snowboard, тоже с виду как Lemurian, как Twin Tip, но по факту она directional, у нее тейперная форма, кембер под задней ногой. Очень похоже все на Lemurian, но она гораздо мягче. И мое мнение такое, что эта доска подойдет даже начинающим, если вы смотрите в будущее немножко и хотите прогрессировать в ближайшие пару лет, а не просто сезончик. Плюс у меня в руках на этой доске крепление Телос, это новый продукт. До этого у нас их не было, они сделали первые сезонных, по жесткости утверждают 6 или 7, ну по ощущениям 5-6. Соотношение цена-качество вполне очень приемлемое, сейчас мы протестим их в деле, посмотрим, что получится. Для того, чтобы все это затестить, мы поднялись на снегоходах на гору Утую. И сейчас поедем в сторону Каменной речки, местные, я думаю, знают этот маршрут. Вот, надеюсь, мы найдем сейчас пухляк. Ждешь пухляк? Мы ждем пухляк. Поехали! Добро пухляк. Поехали. Добро пухляк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ребята, здесь, конечно, полого. Как вы тут катаетесь вообще? Я понимаю, да, все мне говорят, что тут есть места, где, типа, более резко. Но вот мне нужно остановиться и подождать, ребят. Вот, я останавливаюсь и понимаю, что потом разогнаться очень сложно. Ох, Шерегеш. Интересный ты, конечно, интересный. Мистер Шереген. Привет, Танька. Привет, Танька. Привет. Как я ее ловко, да? Эй, как я езжу, да? Да, я думаю, что нам нужно идти пешком. А вы что думаете, уважаемые подписники? Ждете, как мы пойдем пешком? Куда, туда думаешь? Здесь везде полого. Ну, пошли, значит. Йоу, ты Телос. Телос в диких условиях. Главное не встретить медведя. Я слышал, что они здесь есть. С вами Леха Выживание. И это наша миссия. О, нифига, вот так вот снега-то. Ого. Ого. О, нифига она жесткая. Ты прикинь. Я так спугался. Кто где? Я здесь, чем она. Ну, я тут стою. Оп, на полку сразу. Чуть что, просто на полку садишься и все. Делос. А вот и спрать. О, на полки. Как хорошо. Вот он. Вывалился вообще. Вот он. Вот она. Микки Леблан. Ой, неужели это закончилось? Ненавижу сноубординг. Вот, ну что, мы приехали. Напомню, я катался на Телосе ДСТ. 154-й. Что могу сказать про эту доску? Доска классная, но она все-таки, наверное, больше для такого начального, продвинутого уровня катания, наверное. Вот. А я взял 154-ю и по заверениям производителя 154-й до 75-ти килограмм. Я вешу 69-ть. Сейчас, наверное, 70-ть. Потому что мы тут жрем всякие бургеры все время. Вот. То есть я, по идее, влетаю в эту развесовку. Но на самом деле, покатавшись, я понял, что надо было брать либо 158, либо даже 160 какая-то. Вторая, по-моему, следующая. Надо брать, короче, больше, чем заявляет производитель. Тогда кайфанешь, она мягкая. Вот, в принципе, катит нормально. А крепление Телос, что? Ну, своих денег они стоят. То есть цена не завышена. Грубо говоря, точно такие же крепления есть с этой же фабрики. Просто цветные. Я не буду говорить, какие. Вы, если заморочитесь, сможете их найти, увидеть. Вот. И они просто за счет того, что цветные ставят цену на сколько-то? На 30% больше, по-моему, чем Телос ставит на свои. Вот. То есть это нерезонно. Если вы хотите какие-то универсальные all-mounting крепления, например, собирайте первый свой сноуборд в средней жесткости или выше, эти крепления отлично вам подойдут. Для меня, наверное, все-таки нет. Они не подходят. Слишком мало флекса. Слишком дешевые стрепы. Мой уровень катания позволяет мне оценить дешевизну этих материалов. То есть, если вы не искушенный сноубордист, то вам вполне эти крепления будут по кайфу. Вот такие дела. Все, спасибо, что были с нами. Пока, увидимся в следующем видео. Следующее видео будет, скорее всего, очень скоро, даже завтра. Нет, послезавтра. Я вообще не знаю, когда все это будет. Пока. Пока. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...